Сегодня снова поговорим о безопасности на железной дороге. Так вышло, что предыдущие нашей серии в этой области пользуются успехом у зрителя, а значит мы нащупали верный формат разговора на казалось бы унылую тему. Раньше мы уже рассказывали о двух основных проблемах травматизма на железной дороге. Переход путей перед приближающимся поездом и нарушение правил проезда-переезда. Третья глобальная проблема электротравмы. При поражении электрическим током чаще всего происходит комбинированная механо-термическая и электрическая травма. Визуально никак ты не почувствуешь и не увидишь ни напряжение, ни тем более ток, который проходит в момент движения подвижного состава. Вроде слово такое безобидное, не пугающее, подумаешь травма. Но под этим термином подразумеваются и такие травмы, которые несовместимы с дальнейшей жизнью на этом свете. И вроде электровозы и электропоезда они вчера появились. И с детства все знают, что с электричеством шутки плохи. Но тем не менее, как мы любим говорить и повторять, статистика вещь упрямая. И она опять фиксирует и фиксирует происшествия и трагедии. И ведь что обидно большинство пострадавших и погибших молодые люди и девушки. Жуткие картинки и видео электротравм мы вам показывать не будем. Потому что, во-первых, при желании пощекотать себе нервы, вы можете найти их самостоятельно. И почему-то мне кажется, что после просмотра нашего сюжета вы именно так и сделаете. А во-вторых, администрация ютуба в последнее время не любит трэш. И подобное видео задвигает куда подальше. А мы, наоборот, несем просвещение в массы. Наша задача не напугать, а предостеречь. Так что сегодня вместо жутких картинок рисунки художника Тихомирова. Вам наверняка попадались его характерные картинки ВКонтакте. Каждый из вас когда-нибудь в своей жизни приобретал в продуктовой палатке Куру-Гриль. Было время, ее вообще продавали повсеместно и даже на вокзалах. Так вот, если коротко, последствия электротравмы это Кура-Гриль. Это одна из больниц Санкт-Петербурга. Пострадавшие с электротравмами поступают в том числе сюда. Медики не понаслышке знают, что такое электротравма. Сюда мы приехали, чтобы услышать непридуманные и компетентные комментарии из первых уст. В хирургической работе мне часто приходится встречаться с электротравмами. Причем травма обусловлена не только поражением электрическим током. Она имеет комбинированный характер. Это и термические поражения, и механические поражения. Пострадавшие при этом довольно часто находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Комбинированное электротермическое поражение зачастую сопровождается, прежде всего, нарушением работы сердца, вплоть до его остановки, а также термическими поражениями в результате воздействия дуги электрической и возгорания предметов одежды. Прогноз при тяжелой комбинированной электротравме чаще всего неутешительный. Он приводит либо к инвалидизации, либо к летальному исходу. В России на железной дороге принята система питания контактной сети переменным током напряжением 25 кВт с частотой 50 Гц и постоянным током напряжением 3 кВт. Многие же, позабыв школьные уроки физики, по-обывательски думают, что для того, чтобы долбануло, нужно одной рукой взяться за контактный провод, а другой за рельс. Это не так. Уже находясь в непосредственной близости от контактного провода, вы в зоне риска. Электрическая дуга является одной из самых смертоносных и наименее изученных опасностей электроэнергии. Мы отправились на московскую дистанцию электроснабжения. Тут проводят инструктаж работников железной дороги на тему безопасности. На наглядных макетах отрабатываются практические навыки, в том числе и по действиям в случае поражения электротоком на специализированном макете человека. Его тут даже прозвали Гошей. Локомотив приводится в движение путем замыкания цепи от плюс – это контактная сеть, минус – это рельсы. Электродвигатели уже приводят локомотив в движение. Соответственно, если человек или подростки забираются на вагоны, на электрички, тем самым подвергая себя опасности. Опасность заключается в том, что при приближении или касании контактного провода они себя ставят в цепь вместе с подвижным составом. Чуть ранее мы уже упоминали, что жертвами электротравм в основном становится молодежь. Пострадавших условно можно разделить на две группы. Первая – клиническая, пресловутые зацеперы. Как наверняка напишут многие в комментариях, туда им и дорога. Циничность и жестокость нашего общества – клинический факт. Впрочем, тут люди действительно осознанно подвергают себе неоправданному риску. Ставят свою жизнь на кон ради острых ощущений. Подвергают опасности себя и окружающих. А сотрудники железной дороги потом расхлебывают. Вторая группа – люди, которые в принципе не воспринимают контактную сеть как какую-то угрозу. Запросто лезут на вагоны, мосты и прочие сооружения вблизи контактной сети, даже не подозревая о том, что там их может ждать смерть. Молодые люди могут залезть на спор или просто по приколу показать свою крутость перед сверстниками. Девушки – за крутыми, по их мнению, селфи. У них же инстаграм – сначала классика, селфи дома, в лифте, в парке, комменты, лайки. Вот она почти звезда, но планку постоянно нужно повышать. Хорошо, если кулинария. Но порой начинаются поиски экстрима. А потом – чего бы не залезть на вагон? Девушки, имейте в виду, это может быть последнее селфи. Помогите распространить это видео. Возможно, наши совместные усилия спасут чью-то жизнь. До встречи в будущих проектах творческой группы WSV Media. При поражении электрическим током чаще всего происходит комбинированная механо-термическая и электрическая травма. Визуально никак ты не почувствуешь и не увидишь ни напряжение, ни тем более ток, который проходит в момент движения подвижного состава. Субтитры создавал DimaTorzok